Приветствую вас, жалкие человечишки! В новом году сразу хочу поблагодарить всех тех, кто подписан на Boosty, тех, кто подписывается на YouTube. И да, это первый ролик в новом 2024 году. Какой кошмар! Да, комната называется Why Hack Me? Да, зачем взламывать? Казалось бы, действительно, зачем? Ну что ж, давайте выясним вместе, зачем это нужно. Конечно, комната у меня уже развернута. Тут у нас есть айпишничек. Давайте посмотрим, что у нас тут есть на 80-м порту. Так, здесь какой-то блог. Добро пожаловать на мой персональный сайт. У меня, короче, есть блог. Хорошо. Так, сделано с любовью. Ну, видимо, это имеет значение. Смотрим. Так, ну здесь везде Loreum Ipsum. Как бы смысла особого нет. Хорошо. У него есть ссылка на блог. Потом у него есть ссылка, если вы хотите зарегистрироваться. Плюс вот такое сообщение от админа. Эй, люди! Я, короче, мониторю комменты. Поэтому, в общем, у нас есть понимание того, что админ смотрит наши комментарии. Это нужно запомнить. Дальше. Логин. Хорошо. Давайте перейдем в логин. Так, есть форма логина. Хорошо. Но больше тут, кстати, ничего нет. Он как бы ссылается на блог. Ссылается на форму логина. И все. И все. Хорошо. Хорошо. Будем иметь это в виду. Давайте, значит, просканируем. Для начала. С помощью RastScana. Я возьму IP-шник. Итак. Сразу видим 21 порт, 22 и 80. Да, после того, как RastScana нашел вот эти три порта, у нас выполняется скрипт, который сканирует еще Nmap с дополнительной опцией. Да, вот здесь вот так. Порт IP. И еще вот агрессивное сканирование. Так что мы теперь узнаем и версии, и некоторые там скрипты отработают по нашему сканированию. Видим, что у нас есть sftpd. Отлично. Анонимный логин. Allowed. Замечательно. Тут даже есть какой-то файлик. Update.txt. Замечательно. Так, здесь 22 и 80 с этим блогом непонятным. Собственно, все. Ну, понятно, что нам теперь нужно залогиниться по FTP. Ну, так и сделаем. Так, где там был IPшник. Все. Вот мы видим файл Update, который мы можем забрать. То есть сделать GetUpdate. Но я, кстати, покажу другой способ. Дело в том, что у меня, судя по всему, комната недостаточно развернулась, когда это проходил первый раз. И вот команда FTP, она подключалась, но дальше ничего не выводила. Вероятно, я просто не дождался. Поэтому я покажу другой способ. Можно не пользоваться этим клиентом, а пользоваться просто вот файловым менеджером. И сюда нужно просто вот так сделать и обратиться по схеме FTP. То есть как HTTP мы пишем, или там файл. Да, здесь мы пишем FTP 10.10. И он, соответственно, подключится. Здесь мы выбираем Anonymous, Connect. И вот у нас будет этот же файл Update. Вот у меня были проблемы с этим клиентом. Но вот сейчас их нет, потому что я подождал достаточное время перед тем, как записывать. Вот проблем нет. А до этого были. Я воспользовался вот этим способом. В общем, у нас есть тут файл Update. Мы его можем спокойно прочитать. Давайте откроем его в маус-паде. Да. Я буду, кстати, подсматривать свои записи, потому что там есть некоторые моменты, где мне проще посмотреть. Итак, значит, некоему, некоему Майку не повезло. Его удалили, потому что аккаунт был скомпрометирован. И здесь он пишет, что если вы хотите получить какие-то credentials для нового аккаунта, посетите 127.0.0.1 DeerPass. Вот. Но не волнуйтесь. Дело в том, что это же локальный хост. Он доступен только мне. Да. Либо там каким-то другим аккаунтом. Короче, есть некий файл. Обратиться к нему мы на самом деле не можем. Хотя вот этот вот DeerPass, ну, он имеется. То есть, если я здесь обращусь вот так, DeerPass, он мне напишет Forbidden. Такая директория, такой пароль существует. Но нам нужно каким-то образом его прочитать. Сейчас мы этого сделать, конечно же, не можем. В начале я немножко застрял, потому что у нас есть логин и у нас есть блок. Но что мне делать? Вот здесь, например, я пытался найти какие-то дефолтные логин, пароль, там, админ, 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 пассворд. Пытался там, соответственно, поискать какие-нибудь, может быть, SQL injection или еще что-то. Но оказалось все гораздо проще. Вы просто должны поискать контент. Да, вот здесь PHP файлы, соответственно, вы ищете PHP файлы. И в какой-то момент, вероятно, я уж не буду показывать, это просто сканирование GoBuster. Я в каждом ролике его делаю. В какой-то момент вы найдете регистр PHP. Да, и вот здесь вы можете просто зарегистрировать. Здесь нужно понять две вещи. Первое. Итак, давайте я зарегистрируюсь как-нибудь. Допустим, тест, пароль, окей, сабмит. Вы зарегистрированы. Так, зайдите. Так, тест, пароль, сабмит. Теперь вы можете пойти в блок. Замечательно. Так, комментарии. Давайте я проверю кое-что. Так, у меня есть возможность оставить комментарий. Я буду использовать вот такой комментарий. Это простейший кросс-сайт скриптинг, который вызовет алерт с цифрой 0. Давайте попробуем. Сабмит. Отлично. Значит, мы понимаем, что в комментариях никакого кросс-сайт скриптинга нет. Да, то есть он не уязвим. Я пробовал тут разные пейлоуды. Он их просто печатает как есть. Значит, дело не в этом. Хорошо. Удаляем. Удаляем. Идем снова в регистр. Так. Ну, здесь как бы нам подсказывает уже логика, что раз в комментарии, который мы оставляем, ничего нет, но при этом имя пользователя на странице отображается, возможно, нужно проверять имя пользователя. Соответственно, я попробую вот так сделать. Зарегистрирую вот такого интересного пользователя. Залогиньтесь. Так. Идите в блог. Идем. Здесь мы можем оставить уже любой комментарий. Неважно. И получаем алерт. Замечательно. Значит, дело. Да, видим, что в имени пользователя у нас вот изображение. И теперь мы все время получаем при перезагрузке алерт с ноликом. Замечательно. У нас есть уязвимость cross-site scripting. Здесь мы можем, кстати, удалять. Очень полезно. Так. Ну, что ж. У нас есть cross-site scripting. Хорошо. Потом у нас есть админ, который читает комментарии. По идее, у меня возникла такая логичная мысль, что можно попробовать как-то украсть куки администратора. Но дело в том, что здесь используется флаг http only. Поэтому получить таким образом куки пользователя админ не получится. Но зато мы можем прочитать файл. Давайте еще кое-что покажу. Итак, какое-то время я поискал и нашел способ, как можно сделать эксфильтрацию данных через cross-site scripting. Здесь небольшая статья. Она очень полезная. И она нам, собственно, пригодится. Давайте все сделаем как здесь. Во-первых, тут есть ссылка на репозиторий GitHub. Где-то в конце. CSS data exfil. Она-то нам и понадобится. CSS data exfil. Плюс тут расписано, что и как нужно сделать. Здесь даже есть какой-то скрипт, который позволит нам, скажем так, извлечь эксфильтрованные данные. Нам этот скрипт, в принципе, не понадобится. Давайте, значит, я иду во временную директорию. Сейчас мы это все скачаем. И применим к нашей ситуации. Git clone. Использую команду. Так, вот наш скрипт exfil payload.jc. Давайте его откроем. Собственно, здесь нужно поменять всего лишь несколько параметров. Во-первых, какой файл мы хотим получить. Здесь некий app supersecret data.html забирается. Он нас не интересует. Нас интересует, соответственно, dir.past.xt, который forbidden. Его-то мы и вставим сюда. Ну, там было, конечно, написано, что файл 127.001, но на самом деле не обязательно. Нам главное, чтобы администратор, у которого есть права на чтение этого файла, просто перешел по адресу. Поэтому не важно, локальный он, не локальный. Пускай сюда переходит, короче. Так, ну и второе. Вот здесь нужно прописать, куда это все будет выводиться. То есть, куда будет происходить exfilтрация данных. Здесь 127.001, но мы прописываем, естественно, свой IP в системе Trichack. У меня вот этот. Копировать. Ну и у меня там будет 8000-й порт, потому что я буду запускать локальный веб-сервер. Да, здесь, кстати, данные выводятся в виде зашифрованного якобы JPEG. На самом деле никакой это не JPEG. Да, и вот еще один момент. Вот здесь тоже меняем. Вот так. Ну и, собственно, все. Заменили, все сделали. Можем сохранить. Теперь нам нужно запустить локальный веб-сервер. Python 3. Да, запускаем модуль HTTP сервер. Он как раз по умолчанию запустит на 8000-м, который мы и прописали. Ну, замечательно. Это наш слушатель. Сюда мы будем выводить данные. Теперь смотрим, что нужно сделать здесь. Выглядит это вот так. Script. HTTP. Excel. Payload.jc. Script. Замечательно. Регистрируем пользователя. Опять же, не забываем поменять IP. Так, заходим. Так, заходим. Submit. Да, кстати, видим, тут у нас еще, оказывается, логаут PHP есть. На него тоже ссылка. Ну, короче, здесь такая, знаете, немножко запутанность происходит, когда тебе дают ссылки на блок, на форму логина, даже вот на логаут сразу дают ссылку. Но единственное, чего нет, это вот регистрация. В результате ты вынужден пробовать какие-то способы там взлома пароля. Да, я даже BruteForce использовал. То есть я пытался сбрутфорсить, найти каких-то пользователей. У нас же есть Mike, которого удалили. У нас есть Admin. То есть я пытался как-то еще Hydra здесь взламывать. Оказалось, нужно всего лишь немножко поискать контент. Так, ну что, мы зарегистрировались, залогинились. Теперь мы можем перейти в блок. Давайте посмотрим, как это все должно работать. Так. Ну, пишу какой-нибудь комментарий, любой, в принципе. Да. И мы видим. Так. Так. Так, замечательно. Здесь мы видим, во-первых, что эксфильтрация вроде как идет, но 10, 10, 125, 111. Да. То есть это как раз Admin. То есть Admin со своего сайта пытается забрать сначала exfil payload.jc, а потом пытается отправить нам файл. Но его почему-то нет. Я, видимо, ошибся в чем-то. Так, ну что ж, окей. Ctrl-C. Давайте посмотрим, где я ошибся. Так. 10, 10, 125. 111. Вроде все правильно. Сейчас посмотрим. Ладно. Так, попробую другой вариант. Возможно, когда я говорил о том, что не имеет значения, какой адрес, может быть, имеет. Давайте попробуем 127, 001. Хорошо. Давайте так. Дир пасс. То же самое. Ctrl-X, Y. Снова запускаем. Вот. Вот оно что. Ага. Слушайте, серьезно. Я, видимо, когда проходил, я действительно указывал 127, 001. А сейчас я почему-то решил, что можно указать как есть. Ну, действительно, ведь такой файл, он действительно существует. Просто у нас нет доступа. Здесь действительно есть victoria.dir. Forbidden, да. И есть файл. Pass. Text. Ну, по идее, если у меня нет доступа к этому адресу, то он есть у админа. Но здесь... Так, давайте расшифруем вот эту строку. Может быть, она что-то означала. Интересное. Так. Так. You don't have permission. Ну, собственно, да. Это то, что я должен получить. То есть, вот это... Поскольку я обращаюсь, собственно, я и получаю сообщение, что у меня нет доступа. Но потом обращается уже администратор. Адрес у него вот этот. Да. И он сначала берет мой JavaScript. А потом, собственно, через JavaScript он обращается к файлу.dir.pass. И он выводится уже мне. Но здесь почему-то не получилось. А вот здесь получается. Значит, нужно действительно использовать, вот как прописано было в файле update. 127.001.dir.pass. Тогда мы увидим, что он прекрасно выводится. Да, он выводится в виде JPEG, который тут зашифрован. Видите, он постоянно обращается. Админ не соврал. Он действительно смотрит все сообщения. Ну что ж. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Да, это пользователь Jack. И у него пароль why is my password so strong. Опять же, я изначально думал, что может быть этот пользователь где-то в блоге есть. Но на самом деле здесь все гораздо проще. Дело в том, что это у нас ssh.jack. Да, это у нас пароль от ssh. Замечательно. У нас есть пользователь Jack. Мы можем посмотреть, что у нас здесь есть. У нас есть user text, который мы можем забрать. Вот таким образом мы прошли как бы половину комнаты. У нас уже есть user text. Дальше мы смотрим, что есть еще. Bash history ничего. Дальше смотрим корень. Так, хорошо. В корне тут в принципе ничего интересного. Единственное, что есть директория OPT, в которой иногда что-то интересное лежит. Как и в этом случае. Да, здесь лежат два файла. Первый это captcha.pickup. Второй это urgent.txt. Замечательно. Сначала прочитаем Urgent. В общем, здесь у человека небольшие проблемы. Во-первых, кто-то его взломал. У него есть директория user.lib.cgbin. Какая-то очень интересная. Давайте сразу глянем, что это за директория такая. Ага, permission deny. Замечательно. А если посмотреть права на саму директорию, то она принадлежит какой-то группе hacked. Что, видимо, не очень хорошо. Ну, таким образом, мы сейчас не можем прочитать, что там лежит. И, в принципе, мы знаем, что есть какая-то группа hacked. Замечательно. Давайте смотреть дальше. Он не может удалить эти файлы, даже когда он root. В общем, он просит как-то пофиксить сервер. Да. У него есть вот этот pickup файл, с помощью которого можно пофиксить сервер. Да-да-да-да-да. Также он указывает на то, что он временно заблокировал атакующего, вот, бэкдор атакующего, да, через IP tables rules. Замечательно. Ну, что ж, давайте думать, что здесь можно сделать. Во-первых, нам сразу сказали, что есть IP tables rules. Давайте посмотрим. Судо L. Так, пароль джека. Да, мы можем выполнять команду IP tables. Замечательно. Ну, что ж, нам нужно узнать, какие там правила, собственно, в этом IP tables. Для этого есть две команды. Так, в моих записях это команда sudo IP tables L line numbers. Она нам выводит все правила, какие есть. Одно из этих правил как раз дроп. Тут есть еще один дроп, но он нас не интересует. Нас интересует первый дроп. TCP, TCP, DPT, 41, 4, 1, 2. Интересно, что это такое? 4, 1, 2. Когда я сканировал в первый раз, у меня был 21-й порт, 22-й и 80-й. Никаких других портов не было. Давайте посмотрим. NET, STAT, NA, GRIP, LIST. Посмотрим все слушающие порты. Так, 3306, 80-й, 21-й, 53-й, 22-й и еще какой-то. Вот он. Но мы видим, что в правилах он дропается. То есть подключиться к нему на самом деле сейчас нельзя. Нельзя. Хорошо. Хорошо. Что еще здесь можно интересного посмотреть? Так, 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 так. Здесь мы ничего сделать не можем. У нас есть файл CAPTCHA.PICKUP. Собственно, CAPTCHA.PICKUP мы можем легко забрать с помощью SCP. Это я уже сделал, поэтому показывать не буду. Есть SCP. Либо вы можете опять же с помощью NETCAT забрать. То есть, ну, это ваше уже дело, каким образом вы будете скачивать этот файл. Можете его просто перекинуть, скопировать в веб-директорию и скачать через веб. В общем, есть много разных способов. Просто посмотрите. Я это делал через SCP. У нас есть пользователь с SSH. Мы знаем его пароль. SCP легко можно использовать. Ну что ж, раз у меня есть SCP, давайте смотреть. Нам понадобится Wireshark. Так, ну я открою этот CAPTCHA.PICKUP, собственно. Итак, смотрите. У меня этот файл уже в том виде, в каком он и должен быть. Чтобы вы могли его прочитать и понять, что делать дальше. Но у вас все будет зашифровано. Потому что TLS – это зашифрованный трафик. Вот. И здесь вот, например, клиент Hello. Да, вы можете посмотреть, что вообще ничего не понятно. Потом тут идет сервер Hello. Тоже мало что понятно. Единственное, что есть вот какие-то моменты типа Boring Box. Но что это такое? Непонятно. Кроме того, опять же, мы можем посмотреть, что здесь используется шифрование. Вот, например, Transform Layer, Handshake Protocol. Вот название шифра. TLS, RCA. И вот здесь еще чуть дальше будет. Random. Да, в общем, здесь сертификаты и прочее. Плюс еще дальше здесь будет, вот, например, Client Key Exchange. Мы можем посмотреть, что здесь есть. Да. RCA Encrypted Premaster Secret. Да. Premaster Secret. Соответственно, у нас здесь будет просто зашифрованный трафик. И извлечь что-то полезное из него, ну, не представляется возможным. Что нам нужно сделать? Нам нужно найти ключ. Ну, во-первых, нам нужно потратить пару дней на то, чтобы разобраться, как это вообще все шифруется и как это можно расшифровать, что для этого надо. Для этого нужен ключ. Для этого нужен ключ. Как его найти? Там, кстати, разные способы есть. Я пока читал, там есть несколько разных способов. Но один из способов, это, собственно, найти вот этот RCA ключ и применить. Мы попробуем этот ключ сейчас найти. Find. Значит, команда Find. Искать будем с корня, начиная. Тип. Ну, вероятно, файл. Имя. Iname. Что-нибудь вот такое. Звездочка, точка, ки. Два. Девну. Все ошибки перенаправляем в девну. Я, кстати, случайно нашел этот файл. Если уж говорить откровенно. Совсем случайно. Так. А, ну, правильно, я ошибся. Вместо Iname написал Iname. Вот так. Так, что-то он не находит. Хм. Интересно. Интересно. Он не находит. Он не находит этот ключ. Его здесь нет. Интересно. Ага. Так, вот на этом моменте кое-что нужно запомнить. Что ключа еще нет. А значит, нам нужно сделать так, чтобы он появился. Дело в том, что я это сделал как-то, ну, само собой. То есть, мы знаем, что у нас есть доступ к файрволу. У нас есть правило для вот этого порта. И, соответственно, мы можем просто это правило отменить. Нам нужна просто команда, чтобы отменить это правило под номером 1. Команда эта выглядит следующим образом. Замечательно. Давайте посмотрим теперь. Да, я убрал это правило. Соответственно, теперь к вот этому порту мы можем подключаться. Так, это был какой порт? 41.3.12. Хорошо. Давайте посмотрим. Да, он здесь пишет Bad Request, потому что используется какое-то там шифрование. Поэтому здесь мы вместо HTTP пишем HTTPS. Да, он как раз тут жалуется на плохой сертификат. Давайте посмотрим, что за сертификат. И мы видим вот этот Boring Box. Отлично. Сертификат Boring Box. Это как раз то, что у нас было в CAPTCHA. Хорошо. 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 Так, Accept. Отлично. Мы открыли новый порт. И мы точно знаем, что это какой-то сервис Backdoor. Но на самом деле здесь обычный Apache. Пока что. И вот мы сюда обратились. Forbidden. Окей. Так, я пробовал найти некие K-файлы. Он ничего не нашел. Теперь я разрешил этот порт. И попробую еще раз найти. Давайте попробуем еще раз. Iname. Ключ. DevNuke. Так, может быть просто ключи. Но тогда он очень много всего найдет. DevNuke. Все правильно. Я вроде написал. Find. File. Имя. Имя. Так, не очень понимаю, в чем проблема. О, господи. Что, прикалываетесь, что ли? А что он раньше-то не мог мне написать, что я указал с черточкой F-ку? Это же неправильно. Ну, черт. У меня такая теория была. Ну, серьезно, что файл появляется только после того, как ты отключаешь. Так что, не так, что ли? Ну-ка. Да ну вас нафиг, а? Такую классную теорию мне испортили. Я думал, что здесь файл получается, как-то генерируется после того, как ты фейервол настроишь нужным образом. Оказывается, ничего подобного. Ладно, короче, теория, заговор о том, что файл ключа появляется, если вы удалите правила фейервола, отменяется. Короче, нужно просто быть более грамотным и вот таких ошибок не допускать. Я допустил. Тип. Серьезно, он мне написал про неизвестный аргумент только после того, как я уже полкоманды удалил. Ну, офигенно просто. Спасибо большое, спасибо большое в первую очередь моей невнимательности. Давайте посмотрим. Итак, мы искали тип файл с именем, который оканчивается на точку key. И мы нашли такой файл. Вот он. etc.apache2. Сертификаты. Apache key. Я его реально нашел случайно, потому что изначально я вообще искал просто любые ключи. То есть вот так. А там он выводит целую кучу и keyboard, и все что угодно. Короче, много чего. Давайте посмотрим, что это такое. Да, это какой-то приватный ключ. Begin приватки. End приватки. Замечательно. В общем, его нам нужно скопировать к себе на машину. И дальше мы будем использовать его для расшифровки нашего зашифрованного, напомню, трафика в файле Capture Packup. Итак, мы идем в Edit, Preferences. Здесь вот протоколы. Листаем до нашего протокола TLS. Так, TLS. Вот он. Здесь есть несколько настроек, потому что там можно и с помощью, например, файла pre-master все это расшифровывать. Вот здесь, например, зашифрованный pre-master. Нам нужен, соответственно, расшифрованный pre-master. Но это при других обстоятельствах. Нам нужно вот сюда. RSA keys list. Edit. Ну и, собственно, здесь прописываем IP нашего сервера. У меня тут, правда, старый, потому что я комнату перезапускал. Но у вас будет актуальный. То есть сюда прописываем актуальный IP. Сюда прописываем порт. Протокол TCP. Но самое главное, key file. Это вот этот Apache key, который мы скопировали. Окей. И после этого вам нужно будет еще раз загрузить файл. Потому что он, по-моему, при загрузке начинает его расшифровывать. Может быть, он не расшифрует его прямо на лету. Но у меня он уже загружен. Все. Поэтому трафик у меня расшифрован. Да. Мы можем сразу отфильтровать по HTTP. До этого у вас этого не будет. Да. Там будут всякие непонятные символы. Вот такие. Но после того, как вы расшифруете, у вас будет вот такой кусок для анализа. Здесь мы видим CGI being super secret pie. Очень интересно, кстати. Ну что ж, давайте смотреть, что это за super secret, прям, понимаешь, pie. Так, ну, по идее, нам сюда куда-то. Так, удаляем все лишнее. Ага. Мы видим, что такой файл действительно существует. Super secret pie. Но что с ним делать дальше, пока непонятно. Так, тут закроем. Так, вот еще запросы. Super secret pie. Ключ. ID. Команда ID. Давайте проверим. Копировать значения. Так, лишнее удаляем. В конце вот этого вот HTTP тоже. Угу, интересно. Интересно. UID 33. Git. Hackt. Group. Hackt. Замечательно. Собственно, теперь мы можем посмотреть, что у нас было в вот этой директории непонятной. Значит, ls. L.A. User. L.I.P. C.G.I. B.I.N. Куда мы не могли зайти и посмотреть, что там. Да, там как раз лежит вот этот питоновский скрипт. Давайте его проверим, что он из себя представляет. Прочитаем. Так, вот так удобнее. View. View Source. Так гораздо удобнее. Собственно, здесь у нас некий питоновский скрипт. Зашифрованный payload. Кстати, можете его расшифровать, попробовать, что он из себя представляет. Это не сложно на самом деле. Это не сложно. Ну, я могу показать, наверное, частично. В общем, смотрите. У нас есть кибершеф. Просто дам наводочку, как это можно сделать. Во-первых, вот наш input. Дальше мы должны прочитать, что из себя представляет. Здесь используются библиотеки OAS, Base64. И еще вот используется шифрование AES. Да, это у нас зашифрованный payload. Это у нас форма. То есть он берет все данные из формы. Дальше используются параметры. If в байтах form getValue взять какое-то значение из формы. Вот такое. И, в. Опять же, смотрим в строке запроса. У нас есть скрипт. Потом параметр ключ с неким значением. И параметр ИВ тоже с неким значением. Потом еще идет command. Потом идет ключ. То же самое берется из формы запроса. Дальше шифруется. Есть шифр, ключ, ИВ. И режим AES mod CBS. Да, потом идет еще что-то. Какой-то параметр. В него мы добавляем вот этот зашифрованный payload. Декодируем его, потому что это Base64. И используем расшифровку. Ну и дальше он, короче, печатает то, что получилось. Значит, нам нужно сначала здесь применить fromBase64, а потом использовать AES decrypt. Да, он, естественно, нам ничего не расшифрует, потому что у нас есть ключ, ИВ, и режим. Кроме того, ключ и вот этот IF, или не знаю, это что это, 4 что ли. Я не знаю, что это такое, к сожалению. Они должны быть в правильном формате. hex.utf8. Но, опять же, какой формат здесь правильный, вы можете понять из этого скрипта. Ну, короче, если вам интересно, что здесь зашифровано, можете попробовать расшифровать. Но, в принципе, нам не обязательно. Главное, что это веб-шелл, он просто выполняет команды. Но никаких особо крутых команд он не выполняет. То есть, сразу прочитать флагрута у вас не получится. Вот, но зато вы можете попробовать. Да, вы можете попробовать сделать реверс-шелл. Да, он-то нам и поможет. Значит, опять же, берем наш IP-шник. Да, у меня тут уже вставлено все. Да, то есть. И ищем питоновский. Какой-нибудь хороший питоновский. Так, это не то. Вот, нормально. Питон, C. Замечательно. Копируем. Сюда вместо команды просто вставляем. Не забываем, что нам нужен Python 3. Мы же видим, что здесь userbin Python 3. То есть, Python 3 точно есть. Давайте смотреть. Отправляю. Все. Получили connect. ВВВ-дата, хакт, хакт. Ну, казалось бы, ВВВ-дата нам ничего не даст. А чтобы кое-что нам все-таки этот пользователь дал, нам нужно стабилизировать shell. Без этого, к сожалению, дальше продвинуться нельзя. Потому что команда sudo-l, которая нам нужна, она работает. А почему? Что ж такое-то? Только я говорю, что она не работает. Она берет и работает. sudo-l Ну-ка, сразу этим встать. Что ж такое-то? Я на самом деле не знаю, с чем это связано. Но обычно, когда вы получаете просто вот реверс shell, у вас команды sudo-l не работают. Потому что shell не стабилизирован. Так, я себя Ctrl-C нажму. Но я вылечу правильно. Но вообще-то она не должна работать. Команда sudo-l. Он должен написать что-то типа про терминал. Но возможно, payload, который я использую, вот этот Python 3. Давайте еще раз. Прям прикол какой-то. Работает. Да кто бы мог подумать. Ну ладно, короче, бывают и ошибки. В общем, здесь смотрим. У нас этот пользователь может, оказывается, выполнять все команды. Но я все равно рекомендую стабилизировать shell. То есть, если вы его получили, чтобы не вылетать по Ctrl-C, чтобы было автодополнение и прочее. И чтобы во всех других случаях sudo-l все-таки работал. Потому что он, в принципе, не должен работать. Но здесь хорошо. Мы просто пишем sudo-i, ну или sudo-su. И просто становимся рутом. Потому что без пароля у нас вот такие права интересные. Все, мы рут. Замечательно. Комната пройдена. Дальше вы можете просто прочитать. Зайти в директорию рут, прочитать последний флаг. Вот такая интересная комната. В принципе, мне очень понравилось. Потому что здесь есть такие интересные моменты. То есть, вот эта вот эксфильтрация данных с помощью кросс-сайт скриптинга мне понравилась. Вот этот момент с расшифровкой занял меня несколько дней. Потому что я не очень понимал, как это сделать. Да, что там ключ какой-то должен быть, оказывается. RSA. Вот. Его надо просто найти. Ну, в остальном все в целом логично. То есть, комната достаточно прикольная. Why hack me? Ну, потому что это очень интересно. Это очень интересно и прикольно. Можно что-то для себя полезное узнать. Да, то есть, мозги, так сказать, твои не застаиваются. Да, то есть, поменьше думаешь о всякой ерунде. Побольше думаешь о том, как поднять свои привилегии в системе. Ладно, все. Всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь на канал.